Всем привет, на связи PowerArt. И сегодня мы поговорим об охлаждении наших компьютеров, а конкретно о водяном охлаждении. Как его правильно устанавливать, как продвижить сокры его службы, увеличить эффективность и снизить шум. Погнали! В качестве охлаждения компьютера сейчас в основном используются три варианта. Первый это старая добрая башенная система, самый дешевый и надежный вариант охлаждения, который состоит из радиатора с тепловыми трубками и одного либо нескольких кулеров. Она крайне надежна в использовании, ведь практически там нечему ломаться, но только если кулер может умереть на максимум. Но даже если так, старый кулер выкинули, купили новый и дальше пользуйтесь. Максимально практичный вариант. У него есть свой минус – его размеры. Иногда они просто огромные, которые закроют все пространство в системном блоке и затрудняют доступ к материнской плате и смотрятся не всегда эстетично. Второй вариант – это необслужимая заводская система жесткостного охлаждения. Здесь уже все посложнее. Помимо радиатора и кулеров, в дополнение здесь уже сама жидкость, которая забирает тепло от процессора, переносит его в радиатор и рассеивает там. И для того, чтобы эта жидкость правильно циркулировала по закрытой системе, нужна еще и помпа, которая гоняет ее. В большинстве случаев помпа находится водоплоки, которые контактируют с процессором. Иногда и на самом радиаторе. Сразу становится понятно, что чем больше составляющих в системе, тем больше шансов чему-то сломаться. В современной водянке довольно надежные системы, которые работают годами. Но есть нюансы, и мы о них поговорим попозже. И пока третий вариант – это кастомная система водяного охлаждения. Принцип работы такой же – перегнать жидкость горячую от процессора, рассеять ее в радиаторе. Но слово «кастомная» здесь не просто так. Вы сами собираете все, как вам нужно. Выбирайте водоблоки, помпы, резервуары, радиаторы, трубки. Даже с жидкость саму выбираете самостоятельно. Тут уже свобода творчества и прекрасная функциональность, за которую мы расплачиваемся огромной ценой и риском ошибок при сборке. Рассмотрим же второй вариант, так сказать, золотую середину – заводскую СЖО. Есть как обслуживаемые системы со специальным отверстием для сдоливки жидкости, либо прочистки всей системы, так и необслуживаемые, в которых этого нет. Но обслужить их тоже можно, но уже будет сложнее. Сейчас на рынке великое множество разных систем водяного охлаждения и небольшие 120-ки, и огромные 420-мм монстры, белые, черные, с мониторами, встроенными в водоблок, различными дизайнами. Разгуляться есть где. Помимо этого, они прекрасно справляются со своей главной задачей – именно охлаждением. Ведь благодаря ее компоновке вы можете разместить в своем корпусе огромный радиатор, который будет отлично рассеивать тепло. Поэтому в водянке получается выше TDP, чем у башни схожего уровня. При этом она позволяет направить горячий воздух от процессора сразу из корпуса, не увеличивая температуру внутри. Это касается тех случаев, когда вы устанавливаете кулера на выду. Помимо этого, она не закрывает разъем на материнской плате и не портит эстетичность, когда вы поставили себе там какую-нибудь красивую, крукутую материнку. Расплачиваться за это приходится уже деньгами, ведь даже самая дешевая водянка стоит дороже башенного варианта. Она уже не так ультимативно надежна, как башня. Хоть с новыми резервизиями водянок проблем практически нет, но срок их службы намного ниже, чем у той же башни. И как же этот срок продлить? Во-первых, это установить ее правильно. Наша основная задача – защитить помпу от преждевременного износа, ведь если она выйдет из строя, то все, водянка бесполезна. Вода не циркулирует в радиатор, не охлаждается там. Теплоамбедник, контактирующий с процессором, бесполезен. Пассивно охлаждать, как радиатор на башне, он уже не в состоянии. И ремонт ее не так прост, если вообще, в принципе, возможен. Уменьшить износ помпы можно, если сделать так, чтобы в нее не попадал воздух. Ведь в любой закрытой СВО есть немного воздуха, и со временем работы, даже если вы ничего не делали, жидкости становится меньше, а воздуха больше. И для того, чтобы он не попадал в помпу, есть одно правило – наивысшая точка радиатора должна быть выше, чем помпа. И какие же есть варианты установки в систему водяного охлаждения, чтобы она работала максимально долго? Самый лучший вариант – это поставить радиатор наверх, кулерами на выдув, и помпу расположить под ней. Это будет самым лучшим выбором. Если же у вас сверху нет места, и вам необходимо поставить водянку вот так, этот вариант тоже возможен, но самое главное – чтобы помпа была ниже, чем верхний край радиатора. То есть верхняя точка помпы не должна быть выше, чем выше точка радиатора. Самое главное – чуть-чуть, но ниже. Но при такой компоновке есть один неприятный нюанс. Во-первых, вот у вас стоит радиатор, помпа, даже она ниже, сюда идет воздух, здесь все равно образуется воздушный карман. Вначале, когда вы только купили водянку, там воздуха совсем чуть-чуть, вы вообще не поймете ни в чем разница. Но потом воздух, когда станет больше, он уже чуть-чуть опустится, и будут слышны пузырьки, потому что здесь идет жидкость, по контуру проходит, возвращается, идет в помпу, по контуру проходит, идет сюда. А здесь полость с воздухом, и воздух постоянно вот так – буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Этого, к сожалению, не избежать. Хотя некоторые производители уже ставят входные отверстия чуть-чуть ниже, то есть у нас есть зазор, но вот столько, чтобы воздух здесь копился. Но со временем это тоже может происходить. И если же вам все-таки нужно установить радиатор на переднюю часть корпуса, и, например, у вас есть там, где разгуляться по размерам, если двухсекционку, например, ставите, если вы повернете ее вот так и поставите также верхнюю часть радиатора выше верхней части помпы, то вот этого уже булькания не будет, потому что весь воздух будет скапливаться вот здесь. Если есть такая возможность, можно ставить тоже без проблем. Самый хреновый вариант – это если вы поставите радиатор вот так вниз и помпу наверх. Это все. Даже если там в самом радиаторе будет помпа, у вас здесь будет скапливаться воздух. И со временем, когда его станет больше, площадь соприкосновения жидкости с теплопроводящей крышкой будет уменьшаться и охлаждение будет ухудшаться, даже если помпа будет жить. Но бывают случаи, когда все-таки так ставить нужно, но будьте к этому готовы. И теперь вкратце. Вот так идеально. Так тоже можно. Так нельзя. Так можно, но будет бульканье. Так нельзя. Вниз нельзя. Итак, если вы расположите водянку правильно, в помпе не будет воздушного кармана. И все движущие детали внутри будут всегда смазаны жидкостью, что увеличивает ее ресурс. Вся площадь теплообменника будет контактировать с водой, что может повлиять на передачу тепла положительным образом. Когда система охлаждения новая, это не так критично, ведь воздушный карман не особо большой, но со временем все будет хуже, хуже и хуже. Второй момент – это загрязнение жидкости внутри самой системы. Чаще всего в качестве ее рабочей жидкости используется дистиллированная вода с присадками, либо другие специальные хладагенты. Помимо этого, внутри самого контура скапливается осадок, что со временем может сказаться негативно на ее работе. Вот, например, эта водяночка, которая прослужила верой и правдой в рабочем компьютере 3 года. Если ее пошатать, то уже слышно прям сильное бульканье, то есть воздуха там дофига. Сейчас мы ее вскроем, давайте посмотрим вообще, что там с жидкостью, в каком у нас состоянии, есть ли там какой-то осадок, либо загрязнение. Итак, друзья, давайте посмотрим, что стало с этой водяной системы охлаждения за два с небольшим года работы. Она, как я говорил, необслужимая, поэтому, чтобы добраться до нее, придется снять теплообменник целиком. В системах, которые обслуживаемы, есть специальные отверстия, где это сделать все очень удобно. Открутил, водичку слил, почистил, заново залил, закрыл. Здесь это геморрой, но тоже возможно. Давайте все это открутим. Итак, крышку открутили, давайте посмотрим, что у нас тут внутри. Мы ее подденем. Вот, что у нас стало с ребрами теплообменника. Пока еще не засорились, но уже там какие-то появляются фигнюшки. Мелкие какие-то участки. Жидкость такая прям маслянистая, поэтому, как я говорил, она выступает как смазка для самой помпы, когда она работает. Ну, в принципе, сами ребра чистые. Давайте посмотрим теперь на саму жидкость. Сливать мы ее не будем сейчас. Если вы можете заметить, тут уже какой-то осадочек есть. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Это я еще сомнистая система, не смотрю, там, скорее всего, еще больше. Но напоминаю, это самая-самая-самая-самая дешевая водянка. При этом она почти три года отработала и нормально функционирует. Да, воздуха стало уже больше, но при этом работает она для своих нужд более-менее. Итак, практически с любой водянкой будет происходить примерно такие же изменения. У нас тут будет потихоньку скапливаться осадок и грязь, которая все это будет забивать, и воды будет становиться меньше. Но, опять же, прошло практически три года. Там два с небольшим она у меня работала, при этом она до сих пор работает, ее просто для ролика вскрыл. Поэтому она не умерла за это время. Так что не настолько прямо все это страшно. То есть не факт, что у вас там купили водянку год, поработал и все, и капец. Нет, они работают дольше, но есть все-таки нюансы. В основном производители водянок сейчас указывают гарантированный срок службы их систем в 2-3-5 лет в зависимости от производителя. Насколько целесообразно заниматься прочисткой, заменой и доливкой жидкости раньше этого срока, тут уже решать вам. Но эта процедура не очень популярна и мало кто и особо пользуется. Водянкой в большинстве случаев без проблем работает этот срок. Но рано или поздно уже нужно будет обслужить. Ведь если произойдет сильное засорение внутри системы, осадок будет забивать роберт теплообменника, что ухудшит само охлаждение. И что же у нас получается в итоге? Как и везде, за красоту и производительность нужно платить. Без этого никуда. Современные СЖО живут долго, но все-таки требуют к себе большего внимания, чем воздушное охлаждение. Поэтому стопроцентно лучшего варианта нет. И воздушное водяное охлаждение имеет свои плюсы и минусы. Выбирайте уже по вашим задачам. Но на этом ролик наш подошел к концу. Надеюсь, он был вам полезен. Если это так, не забываем подписаться на канал и поставить этому видео лайк. На связи был PowerArt. Всем пока!